лёш скажи куда собрался я не знаю я еду с двумя опытными путешественниками они меня кто привезет 1 ну я знаю тут михаил а второй я что ли я точно так же что я еду с двумя опытными путешественниками кто то что знаете умеют они меня за ручку поведут ну короче где мы находимся ярославский вокзал сомольская площадь площадь трёх вокзалов ярославский вокзал сейчас будем садиться на поезд куда-то в сайду садей все идут все зайдет на север вот и вот у нас собственно все наше барахло как упаковали как куча голове обязательно снять как будем распаковывать потому что мы не запомнили как это все упаковано а то мы образовались у меня больше всех вещей вот один рюкзак и один баул у лёши маленький рюкзачок один баул а михаил сам компактный у него всего-навсего один рюкзак мы упаковали все по-разному здесь вот все вещи лежат у меня я сумку стал брать у меня доска все вещи лежат в бауле в 120 литровом там и доска и палатка и спальники и шмотки все а снаружи у меня прицеплен паук этот систем называется не одни мы едем исправляться еще целая толпа на байдарках молодежь гринит костями костя по краям байдарки целая гора байдарек причем дети в основном на одном из чехлов я прочитал держать из этого города какой он так тащу михаил тут нам рассказывает про больную спину а самого вообще не видит вскочил и убежал до находит уже поедем мы на поезде до ворхуты прочискиваемся вагоны интересно поместимся влезли поместились да у нас получается две боковушки и одно вот это вот место моё можно можно было больше брать еще не видны их там это 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 кто только в росту не едут от лыжники едут в раку то с роликовыми правда вы же были говорил что ему друзья прислали фотки что там они трассировались таких снежных туннелях где ручьи протекают вот я сухарь последний момент стал коврик а я не взял и перспективе зато я взял дождевик выставлен чем собираемся ехать на улице холоднее чем в поезде до в поезде очень духовка прямо знаю как вот такое ощущение что целиком макнулся за весь сырой тыс полный духе с поедем сейчас окошки не окошки калька день включить это где потому что это место мало без того что конди место может занимать все уже даже поездки я первую очередь положительных эмоций больше ничего вот я ну так интереснее чтобы не обмануть своих надеждах ожиданиях каждый раз сюрприз ты скажи чем тебя сергей переманил когда ты решил точно его и михаил переманил слушая уже не помню ну во первых я давно мечтал вернуться заполярье я юности два года там провел право на кольском полуострове захотелось опять такой природ посмотреть эту всю красоту северную ну и самое главное мне очень хочется половить хариус я никогда ченеваю хариуса вот я с собой контрабанды везу спиннинг он у меня внутри шафта весла спрятан спиннинг маленький ультралайт куча блесенок именно на хариуса а вчера михаил выложил пост первые же фотографии вот я поймал щуку на 10 килограмм да вот я такой блин не тот спиннинг засунул все делать не знаю я сказал хорошо что я еды никакой не взял будем на подождем корму питаться пол вот такой щуки на 10 килограмм на три дня хватит а потом михаил сказал что это на другом участке откинь и так не знаю посмотрим ну мне очень хочется почувствовать себя отпускником как будто я отстегнуть голову весь игрушка проблема где-то там оставить прошу забыть набраться новых положительных впечатлений и вернуться здоровым душой и тела да я вот тоже еду туда в отпуск такое ощущение что у меня уже сейчас ощущение что я похудел да-да начинается все с сауны зала тяжелой атлетики да да потом сауна потом будет у нас интервальное голодание у нас завод на него откроется мы продолжаем наше путешествие уже больше суток в пути я как я я сегодня выспался просто я теперь знаю что путешествовать надо не за рулем я сам да и классно едем едем но на поезде мы едем уже часов 20 дороги мы уже больше суток ехали ехали честно севера приехали на юга да да котлас южный причем сейчас вернемся еще на одну станцию которые уже были поезд у нас экскурсионный когда можно было там не садиться поиска дождаться пока наш поезд обратно от станции вернется но там такой он полустаночка здесь все-таки городишка сейчас вот погуляем здесь поезд стоит 72 минуты походим посмотрим что за такой котлас да мне прикалывает что у нас в поезде куча животных собачки как коты причем коты такие прям разные эти сломанные как игрушечные дарит и все время только это главы гладят за ушками через прикольно вот котлас уехали на 1000 километров от дома коломна нас все равно не отпускает вот наш коломенский тепловой пароводик стоит да он не делал да кстати вон таблицу а тут такой машинист к котлов да котлов как раз начале станции котлов да это речной вокзал корпуса а это северная двина блин могли бы успеть доски накачать и когда у нас тут полтора часа стоим ухты какая присута ну там спуститься не надо блин класс вообще такой штиль зеркало да прям манит река вот так водичка теплые обмену дрыбы плавает надо было хотя бы удочки взять они сапка удочку вы закинули вода не на тепле чем у нас мне кажется вообще вот там такие ремни плечи аккуратнее внутри могут там я отметил солёж а ты не был населения я был видишь я ножки в денис сувенир северной дуны это менялая ракушка да а мне сувенир да все расскажут до реки привозят камешек тушил михаила там много места пошел блогер купаться что по моему реку сможешь перейти кто-то понимаю путешествие искупались прям серёга меня заманил это же искупался такая красота вода вот ну я думаю грамм 2526 она уже сейчас почти утро тоже у норма где-то ближе уже 30 до красота мы сейчас еще тут рыбу кормим на нас нападают слепни вот сзади на тебя садится вот вот на коленку на коленку в общем ловим слепни кидаем и там такая рыба оттуда уплывает его ест может это сток на покупки на не зря что-то не клюет не клюет они вон мальчики какие-то о вон кто-то потол съели вот все еще в драку там заняться в котласе прям цивилизация велодорожки даже есть специальные выделенные после утренних водных процедур идеально идеальное просто утро и искупаться в северной двине кофе свежесваренный маффин шоколадный я сам себе завидую хочу опять ножки вытянуть и полежать я что-то уже находился хотя нет состояние такое бодренькое но я вот за эту ночь в поезде так расслабился потому что ну всегда когда мы путешествуем всегда за рулем это всегда очень сильное напряжение эмоциональное физическое вот не успеваешь там вникнуть в атмосферу отдыха так скажем только когда делаешь шаг машины понимаешь учет вот там что-то как-то надо отдыхать а здесь вот я еще никуда не доехала их уже отдыхать все вкусно не взять прикольно слушай мне понравился котла сюда все офигенно да помнишь его подряд тут все все девушки полицейские для вся вся охрана сразу на дали все прямо на то одни девушки работают да да еще мне настолько здесь понравился лёша даже спросил мне интересно обратно ночью здесь пойми нет никакой разницы еще раз видим еще раз на сходе на обратном пути я думаю что мы так же долго будем стоять вообще просто остановка сейчас нас повезет наш коломенский тепловоз да да мой 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 тепловоз сюда вот продался теперь точно доедем у нас очередной установочный пункт никуль здесь такой классный указатель туда всего так далеко до москвы между москвой и питером оказывается всего два километра еще один паровоз до каждой станции где выходим до провоз тоже л к лебедянский делал делал смысл делала проектирована и коломни делал у вас отри этом ковиль подходит он подсвечивается что ли красивые такая прям техника техника да вот настоящий да вот сразу видно сейчас коробочка видимо все на севера до температура повышается как бы общеизвестный факт туда едет хорошая погода всем привет вот выборка кто поехал среди мы обещали это поджаманить может как получится у нас очередная остановка сосногорска пойдем в реке Ижма купаться какой Ижма Ижма от поликона пойдем нет так же как этот на 40 минут остановка все так вот едем у нас тут все вот вещами наложено это мое место тут вот это серёгино место Михаила мы приехали в город или поселок называется Сосногорск и тут пахнет соснами прям реально такой запах сосновый сейчас мы идем купаться на реку Ижма Ижма да на реке Ухте мы не успели искупаться попробуем выжми поздно узнали что на рядом со станцией вот прям бежим от поезда должны вот там где-то река чуть ли я не вижу подхода к воде люди не купаются вот река Ижма а вон там там впадает река Ухта такое ощущение что мы во времени путешествуем здесь земляника только цветет только цветет сирень калина цветет грибы вот такое все это недели 2-3 да отстает от нас да около месяца малина вон только цветет малины вообще нет можно я у себя уже забирал малины в общем у нас это провалилась наша затея с купанием здесь пляжный отдых как-то не предусмотрен найти даже подхода к воде не смогли потыкались потыкались на речку посмотрели на речку посмотрели воздухом подышали воздух вообще какой-то особенный прям сосной пахнет причем не хвоей а именно древесиной сосной пахнет какой-то причем как будто нагретый сосной пахнет как будто где-то в предбаннике потому что вот это вот эти вон сосновый состав стоит а ну может да еще тут комаров дофига да комаров местных только покормили а тут вот на нас лисы нападают лисообразные собаки в коллекцию наших паровозов тут прям состав окруженный чебнем деревом Терка уже это не ух ты а уса уста урса ничего всегда мы перейдем через реку Уса мы уже едем практически по тундре с той стороны только детская карла там уже видный Украинский гуар там уже видны на Контике Мы сейчас как раз подъезжаем к полярному кругу, будем пересекать полярный круг прямо за рекой, будет полярный круг. У нас вторые сутки путешествия. Слушай, а он пал, вот так смотри, затопленные все эти берега. Высокая вода очень. Вот так вот дорогу залила, какие тут квадрики стоят, брошенные. Такая уже природа поменялась, уже хочется это грести, да? Да, уже на воду хочется. Единственное, что останавливает, что это. Мы выходим на станцию, а там комарики. Но не так много, конечно, не жесть совсем, но это уже начинает кусаться. Сейчас посмотрим, есть знак полярный круг или нет. А есть какая-то традиция по пересечению полярного круга? Михаил, а есть какая-то традиция по пересечению полярного круга? Не знаю, но только что посмотреть на тот знак, который назначает. Других традиций у меня нет. Хорошо, ничем не буду бить на попе. Ты только хотел сказать, надо весло достать. Сейчас быстро. Давай перезвоним. Все, выгрузились. Чуть-чуть до перона не доехали. Сейчас доволочем. У нас примерно полтора часа времени на пересадку есть. Я пока доску оставил. Делаю две ходки, не торопясь. Поберегу себя любимого. И потихоньку вещи сейчас притащим. Вот там как будто автобусная остановка такая. Под нее все поставим. И будем ждать нашего поезда. Вот наглядно видно все разницы в поклаже. У кого с колесиками, у кого без колесиков. И плюс и минус есть у всего. Чуть попозже подробнее расскажем и покажем. Вот. А я сейчас когда делаю вторую ходку, я достану лямки из своего баула и понесу на плечах. Вот так как Леша носил. Так же нас дотащил Коломенский тепловоз 170. Сейчас поедет дальше поезд. А мы остаемся тут на пересадочку. Такая моща нас тащила. А у нас поезд-то прикольно. Менял количество вагонов. То увеличилось, то уменьшалось. Мы на остановках выходим. Не можем понять, где у нас вагон. Потому что кто прицепляют, то отцепляют вагоны. В общем, все. Давай, едь поезд в Воркуту. А мы ждем поезд в Далабытнан. Можно еще вот так таскать. С колесиками. С колесиками, да. Я что-то, блин, рюкзак крепкий, надежный. В плане швов, там ручек, лямок, все. Вот. Сейчас покажу места, которые об асфальт протерлись. Еще в Москве. Вот. Пока мы от машины дотащили до вокзала, потом до поезда. Но я, потому что рюкзак прочный и объемный, это очень чревато. Потому что я его когда сейчас поднял на себя, первый раз за все время наше путешествие, все, до этого на колесика катал. Я сразу понял, откуда у меня растут ноги. Потому что сразу такая нагрузка. Я прям почувствовал те места, откуда они выходят из тела. Прямо суставы сами, все. Такая... Ну да, да. Главное, большой рюкзак, туда больше вещей положишь. Нет, надо себя беречь. Не надо перегружать и... Да, только чтобы показать, что у тебя порвалось. А, порвалось, ну вот. Получается, что колесики очень глубоко туда посажены, далеко. И протирают все эти места, потому что я везу всегда вот за эту ручку. Ну, за нее очень удобно. А за эту не совсем удобно. Хотя правильнее за нее. Тогда колесики лучше крутятся. Ну, конечно, я думаю, что на такой вес разработчики этого ручка не рассчитывали. Хотя надо было бы. А я хочу показать, как мы приехали в Заполярье. Комаров нет. Вон, стучи. Вон, по платформе стучи давай. В Длинных брюках в Заполярье. Не камильфо как-то. Мы сейчас ехали. Там вот горы. Вон они. Их видно на горизонте. И на них лежит снег. Видно снег. Ну, где-то он там далеко в горах. А когда он тут вот прям в 100 метрах в ложбинке, и сугроб лежит. Мы такие, ну, вот все. Приехали. Такая прям тут чувствуется атмосфера. Пахнет криозотом. Прям такая станция. Это мы на станции. Вообще, воздух здесь уже такой вольный, вольный. Сюда я специально не брали какие тяжелые продукты. Вот тут вот есть такой магазинчик симпатичный. Посмотрим, чем, какую еду здесь можно купиться. Нам Бойер, который сюда часто ездит, сказал, магазин хороший. Водку купите. Какая тут песня играет. Прям про нас, да? Мы когда-то только зашли. О, щука. Я говорю, забирай меня скорей. Держи. Как настоящие полярники. Сразу нашли снег. В жару у нас это с пива пену сдуваем. А мы в Заполярье с мороженого снег сдуваем. Да, первая еда, которую мы едим за полярным кругом. Мороженое. Да. Прошло 15 минут, ну 20, и прибывает следующий поезд, на который нам нужно пересаживаться. Такая у нас быстрая совсем пересадка. Сердечко. Двадцать минут подождали, и вот поезд приехал, и через час мы поедем уже до Сабирьки. И тоже ТЭП 70. Тоже Коломенский нас повезет. Все Коломенский 33-й. Тоже я отгружал. Тоже мой тепловоз. Такой волк вышел из тундры. Прям вообще матерый. Какой красавец. Погрузка. Загрузка. Поднимайся, я тебе подам. Че, Лех, съедешь с этой горки на Сапирь? Да вот, поезд мимо проезжай так. Мы вернемся, надо обратить учебник. Все прям в ходу как раз. Вон там на горизонте уже видны горы. Мы все ближе, ближе к ним. И здесь все больше и больше попадает снега. Да, да. Вот еще порцию. Ладно снег. Я на этом видел, лежат лед на этих. На таких озерцах, на маленьких. Снег-то ерунда. Лед. Будем охлаждать напитки. Красотища вообще. Я еду, наслаждаюсь. Слушайте, такой тук-тук-тук. У нас пятиметровых рельс уже не остались. Уже везде бархатные пути и такого нету. Романтика. Да. Вот романтика вагона. И вот это вот. Поезд едет. Никуда не спешит. Прямо такая это. Расслабон, расслабон. Я уже на воду хочу. Я уже не могу. У меня уже прям все. Особенно когда вот реки стали. Да. Вода такая прозрачная. Дно видно. Даже на другом берегу. Дно видно. Такого цвета. Какого-то синеватого оттенка. То зеленоватого оттенка. Да. Очень классно. Все ручки такие прям прозрачные, прозрачные втекают. Что будешь купаться сейчас? Блин. Слушай, наверное буду. Двое суток. Двое суток-то без этой. Без воды. Мы в котласе ж купались. Ну да, да. Вот это самое. Я тоже очень хочу. Не зависит от того, какая температура воды будет, я полезу. Еще снежком оботрусь, если он чистый будет. Это что-то грязный какой-то уже попадается. А сейчас мы приезжаем из Европы в Азию. Да. На краю, на краю Европы. Да. В полчаса от мечты. Да. Вот там вот из... О, вот снег. Опять снег. Вот из этого ущелья. Да. Вот из этого вот. Из этого вот. Ущелья, да. И вот видно уже это началось. Вытекает Сопь. Началась река Сопь. Вот она. Вот она. Вот она началась. И мы проедем практически от этого. От начала и до Харапа. До Харапа. Ну что у нас очередной этап. Пройден. Дошли мы до станции Сопь. Вот она. Станция Сопь. Река Сопь. Вон там за нашим составом. И тут у нас задачка, что вот состав он там за поворот уходит. И туда за поворот там в товарнях. Пробка. Пробка. Сейчас дождемся, пока пробка рассосется. Пойдем дальше. В общем, наше первое железнодорожное путешествие закончено. Дальше чуть-чуть пешего до воды. И собственно уже по воде пойдем. Погода шикарная. Да. Кстати у нас вот по плану. Мы сегодня пойдем по воде. Сейчас мы приехали. Пойдем ночью. Да. Пойдем ночью. Ночью. Это вот сейчас. Солнцем в зените. Да. Сейчас полярный день. Полярный день. По местному времени уже седьмой час. Вот. Да. Уже седьмой час вечера. Да. Можно всю дистанцию пойти за один день, да? За один день. А он думает, когда до сентября он тут день или когда? Я думаю, можно до северного, до этого океана за один день дойти. Да. Практически. Да. Да. День тут не кончается. День тут не кончается. Интересно, как спать будем в палатках. А у меня правильная палатка. Я подготовился. У меня Black & Fresh. Да. Мы думаем, докуда мы сможем дойти за один день. Световой. Да. За один световой день мы сможем дойти. Докуда просто сил хватит. А сил у нас много. Да. Вот и здесь на станции СОП. Не успели выйти из поезда. Наш подписчик. Горбон. Я не успел. Согласили. Горбон. Горбон! Самоходный СОП. Нет, а теперь как на СОП встаем. Да. Горбон не перевесся. Горбон перелес. Здорово перевесли. Нет, на самом деле, все-таки очень большой перевес, но надо. рюкзак с ножками ручки он не обманул века есть красивые вот тут тут жил и катамараны на ванне а вот был на той серьезные плавсредства цветочки это герань гуговая обычные лодки но из самых важных частей нашего сплава это распаковка рюкзака который я упаковал дома почему она важна потому что что-то что-то всякие рыболовные принадлежности да кстати просто и лайфхак я точно так же сделал не пролезть нижнее колечко не провозит его надо чуть-чуть подогнуть в центральную часть весла влазит зато вот тончик самой нежной части все целое у меня одно весло у Леши запасное так еще одна часть спальные принадлежности здесь у меня фаербанки здесь ремкомплекты ну всякая такая техническая штука для сапа газ, баллон запасной пустые маленькие гермомешочки так еще водичка посуды я все отгадал взял я плывники не взял помню что рядом с рюкзаком клал а как запихивал в рюкзак не помню оказывается взял ура вот на полосе у нас все шикарно что оно все складывается ручки лишние так поджогнички так поджогничек шланг на стол и третья часть вот весла так это дружбы и палатка палатка спальник и самодувающий коврик точнее чехлетник так видишь и сама доска а еще консервы выпали НЗ 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 да ну вот что тарелка так самое интересное у нас здесь потому что здесь сама доска такой рулетик спальник палатка коврик вот место занимает два раза меньше если это все класть по отдельности вот так вот с слоем ауретиком гораздо компактнее получается сейчас я это все упакую в собственные чехлы и буду упаковать гермом в паул я немножко по-другому упаковал это паук а сейчас секунду это традиция фантастика я ждал 14 лет можно мне сироп сказал не будет я купаться не буду ну я так ножки помочу а а пить буду будешь дай мне Я тоже так сделаю вкуснейшая как родниковая фантастика Я ждал этого 33 года, я 33 года не был в Заполярье, правда, я два года своей жизни отдал в Заполярье, вот, видишь, ну, блин, такие даты за тридцатник. У Лёши нет штатного рюкзака ЦАПа, он его оставил дома, упаковал всё в 120-литровый гермобаул, применил систему переноски паук, оказывается, это очень удобно, вот, единственный вариант, когда этот паук оправдан, на мой взгляд. Затороже у меня жилет, в жилете у меня тут чехольчик от весла, от весла, тут два весла и спиннинг. Тоже самое, вот так, друзья. Ещё я поставил такую зарушку, чтобы он там не болтался. Ага, тоже целый. Всё. Балк вот так крепится к этому вот, к мешку, а вот то весло и всё, что снаружи, я крепил за крепление гермобаула. Потому что получается, что нагрузки на них будут крепления. То есть вот сюда вот всё засовывался, вот так вот и крепилось. Вместо такой сумки вот такая штука. Вот сколько удобно. Но без колёсиков. Мне было удобно. Но я как бы сильный, то есть вот это вот... И вещи, и ты и ленивый, ты сильный и ленивый, ты мало вещей взял. А я вот не ленивый, я вещей взял сколько надо. У меня тут инферции. У меня вот спальник. Точно так, упаковок вот у Серёги. Кермобаул. Маленький. Да, под маленькие вещи. И тут же у меня колышки для палатки. Не колышки, как эти. Кости. Клёбры, да. Ну пусть. Одежда. Одежда такая, которая там термыха, флизка. Тёплая. Понятно, чё. Это такелажная чё-то. Такелажная чё-то. Такелажная, да. Так как он называется-то? Стропольщик? Да. Им комплект. Подожди их. Чё-то. Пускай. Тихо сюда. Пускай. Осторожно. Стоимость первее. Скотч. Лишь бюлбет. Доска. Я чуть-чуть ещё немного, Серёге, закройку, это все теплые вещи это из-за тебя там снег не расставка что взял зимние вещи теперь будем знать кого раздевать комаров нет так ну чё давай накачиваться михаил уже почти накачался у нас сейчас обгонит не открывая этот клапан уже у вас 2 2 вот это открывай все накачает добиваются так у нас доски уже почти накачано дешево добивает последний все свою 14-футовую доску я в бал уже сложил и вот все что у меня получилось из рюкзака который собственно гладиаторский был в котором я все везли это все у меня поместится ну я свернул в рулетик вот и стену ремешками которым была стянута доска и легко все залезет у меня в этот балл также у меня чуть-чуть там вот вещи которые вещи еда в желтом бауле поедет отдельно и собственно все помещать чем много свободного места и пустые германушки стилитровый оставлю под рыбу который буду и продолжаем упаковаться успеть до темна до меня вот так все упакованы я спрашиваю как ковать в принципе особой разницы нету я вам сам объем накладу назад так если это глубокая то задел уж положить тяжелые вещи если река мелко это лучше спереди положить его ловить атака основное чтобы вещи были абсолютно скреплены вот смотрите за баул поднимаю доску вообще никак не шевелится то же самое за задний баул я буду поднимать доску вообще-то мне как не шевелится никаким образом главное чтобы не болтались вещи на доске и чтобы самое тяжелое что лежит в баулах оно лежало на дне баулов и было точно концентровано то есть нельзя чтобы с одной стороны баул лежал тяжелый чтобы тяжело лежал по центру и снизу сверху накладывайте объемные мягкие вещи тогда будет намного легче крести когда ехали на поезде все время смотрели что тут какие-то цветы мега лютики такие красивые сейчас вот тундра леса тундра цветет так там красиво вот как будто специально посажены и были целые такие полянки очень много и зелень такая зеленая зеленая свежая мы говорим что мы приехали назад в прошлое как будто это май а в мэй то у нас уже снега нету это мы в апрель приехали у нас вот так вот в апреле в лажбинках снег лежит много раз видел вот это место на видео на фото лесной мостик у меня друзья я ездил сюда по зимой на майские праздники это его любимое место просто стекло печет сейчас времени по местному времени 8 часов вечера мы готовы запускаться а солнце даже не собирается вот садится тепло температура градусов 25-26 очень комфортно дует ветерок ветер тоже теплый я думал что скоро будет холодный ветер дуть а он прям тепленький вот мы даже это решили не одеваться пока ветром комаров мошку надувает вот ходим один раз признались средством и больше нас особо не кусают так если ветра нету какая-то тишь и стоишь они летают на воде постоянно реп такая ветерок метр четыре пять наверно дует комаром не хватает сил против такого метра летать не один я цветочки фоткой снимая михаил тоже все готовы ну что я прощай добрый путь я спутники так и не нашел не нашел я нашел водичка очень бодрящая да я не знаю что я передумал подпаться прям прям ломит ну что сказать там плавает первый раз я себя чувствовал да если не слышно было Михаил сказал первый раз себя чувствует на сапе первый раз по самим 30 лет сплалялся вот мы сошли на воду Московская 1750 местная 1950 вода леденющая Леша говорит к заходу солнце прогреется прикол в том что заход через пару месяцев наверное ну короче у нас дует встречный ветер такой хороший даже барашки поднимаются идем мы по течению течение хорошее но такая вот нагонная волнишка немножко дно видно вот прекрасно видно вот лопасть вот там дно воды не видно дно видно вообще не знаю у меня просто вот отстрел мозга такая красотища я так рад я так счастлив большое спасибо что он нас сюда пригласил с удовольствием погнали мы стартанули мы стартанули сейчас идет такая борьба стихий тут такое сильное течение и такой бодренький встречный ветер разворачивать чтоб Серегу подождать мы сделали несколько гремков и уплыли Серегу там далеко на горизонте интересно получится найти ветровую тень чтобы было зеркало заснять вот эту красоту которая под нами такая это вообще вода прозрачная так летят камни под нами красотища вообще красотища здесь местное население еще не очень знакомо с Абом и так уже непривычно слышать знаменитые вопросы с берега в комментариях на ютубе с берега а если вы упадете на какие крутые то что не на сосед на мозаика да это мало меняется постоянно говорю «бероятный дом» зеркало сейчас поснимать ощущение такое полета если бы не было ряби вообще было бы да да это я тоже за ценю люди это не перемотка ты не ускоренный сном мы реально летим со скоростью больше 10 километров час со встречным ветром который дует около пяти метров в секунду но близко мелькает я я боюсь куда-то в сторону посмотреть то что мне кажется я спик камень врежусь который под водой а до него ну метр наверно вообще так непривычно так круто это восторг неописуемый вот сейчас скорость 7 я не грибу вот сейчас одной рукой разгребаюсь лучше двумя буду офигеть такой восторг тут еще перекаты тут течение вода шумит ветер дует офигенно михаила не догнать он идет по струе сидя и блин его стоя не догнать догнал я нашего новичка так несет вода вообще прям 10 км в час скорость где тут против ветра такой летишь как будто надо дата над камнями низко низко разворачивает до нужно скорость держать постоянно я тоже вот вот сейчас при пристал есть и меня разворачивает течение подгоняет ведь расстанавливает сегодня можно это несколько часов справляться по солнечной дорожке да по воздуху летим разрез шаблоны лежит снег и мы в шортах тут серёга блин у нас пять несет она мель надо выгребать мне впереди такой перекатик с поворотом а я ничего не буду делать я буду стоять и наслаждаться упаду так упаду но я не упаду начинает разворачивать я тоже сам на коленочке по вальчики круто веточки объезжаем веточки объехали веточки выносит блин скорость бешеная какая же крутяк огнище так камушка надо объехать уху тут какой-то корни какие-то этажниками красота какая же красота вокруг снег зелень камни горы но мозаичная скорость блин скорость 11 сейчас ничего не делаю березки какие а карты заполярные я думал это будет такая лайтовая прогулочка смотрел семейные видео вот это да а мы гребем 15 минут я уже столько улыбаюсь только смеюсь столько восторга он все равно тут по самым валом огонь так красиво вот эти вот горы мы прям между гор едет такая красота я прям даже переварить не могу что мы буквально таких-то два часа назад еще в поездах тряслись двое суток а тут вышли на воду как тут не убивает по всю жизнь жил так вкусно пахнет час сосной пахнет прям один восторг смотрите какое течение уже перестал грести они вот еле-еле грибут меня сносит меня жарко мне сейчас жалко как как вода ну что представляете за пол часа как обгорели здесь еще куча проток вот ушла только слева справа он там михаил плывет мы пошли по центру заметили как не что-то свернул все это первое путешествие какие-то лабиринты из-за проток вот это вот вода который но летит вообще так круто смотрите вокруг какая красота горы ой а там он железнодорога гремит поезд идет сбавляешься среди гор фактически по горной реке она так несет не знаю я в таком экстазе просто просто супер очень круто а еще здесь очень круто вот сейчас автоматически происходит парковка настолько сильный ветер что он тебя останавливает а течение тоже настолько сильное что она сразу за плавник тебя начинает разворачивать и у тебя получается автоматическим ты носом разворачивать протечение останавливаешься и вот сейчас меня ветром начинают двигать вот против против течения ветром меня гонит плавничок-то зацепился вообще не знаю я не знаю нет слов я не могу подобрать чтобы описать состояние вот еще чего-то не хватает совсем чуть-чуть чего-то ну я не знаю чего вот прям ком в горле даже стоит от эмоции не знаю очень очень сильно эмоциональное потрясение настолько все это круто здесь вышли размяться тут незабудки весь остров незабудочный ветер дует вот с этой стороны такой запах тут на берегу он какие сосенки елочки красивые все также горы впереди справа слева летим по течению прошли уже больше шести километров время кого-то остановился как будто мы только вот вышли на воду и этот и с другой стороны как будто мы уже тут целый день сплавляемся блин эмоции прям вот эмоции очень много хорошо что у нас сегодня будет ходовой день мы идем до места где будут красивые стоянки какие-то озерца там михаил говорит делать когда становится мы придем за сегодня 17 километров и встанем на дневку то есть мы целый день будем просто чилить вот на этой красоте половим рыбу готовим всякие вкусности в общем просто будем отдыхать мы в отпуске никуда не спешим у нас маршрут совсем маленький его можно пройти одним днем вот мы сегодня можем стартовать и уже там часов через пять через шесть выйти с воды мы его целиком пройдем у нас сегодня ходовой вечер ночь вот сейчас уже фактически ночью уже времени по местному времени почти 9 сегодня гребем до стоянки завтра стоим и послезавтра опять гребем красотища вот камера отдаляет гопрошка вот так красиво вот эти вот горы они все разные они только каменные какие-то то с лесом то каким-то там песчаником выходы снега в ложбинках леднички такие снежники лежат такая красота местные на что они нас на сапах мы на сапах они нас на весных лодках вот у них такой способ сплавы здесь традиционных ударных грибут как зверь вообще просто не угонишься серёга я тут обгоняет шлёпает как пароход колесный да надо постоянно грести постоянно держать скорость только теряешь скорость тебя начинает разворачивать ветром притормаживать и течением тебя в плавник бьет и разворачивает вот как меня сейчас я моментально отстаю поэтому выключаюсь и буду грести я понял я срубил фишку здесь надо грести мощно сильно быстро обгонять поток тебя несет все быстрее я смотрю когда уже за пятнашку переваливает скорость на на навигаторе и ты реально начинаешь это вообще другие ощущения ты вот начинаешь получать какой-то неописуемый кайф просто наконец начинает перерабатывать свой адреналин сжигаться и это это все уходит вот чистейшей воды удовольствие я на это очень неописуемый просто а еще очень кайфово что так прямо за реки победу я адреналином и и вскипятил без лондов болтал и смешал специально сел поближе к воде чтобы заснять как она шумит слышно не слышно такая симфония звуков так классно ласкает уж красота сейчас мы еще так же справляемся на закате вот сзади никого не видно они плывут по солнечной дорожке и сейчас мы идем фактически на таком вот закате называется у фотографов золотой час этот золотой час у нас уже длится целый час и будет длиться наверное полночи самые красивые кадры самая красивая подсветка все в таком классном теплом свете вообще огонь и горы вот с тенями и кустики елочки когда кто-то передо мной плывет тоже такие классные вот о чем я говорил как красиво подсвечивает солнце и жилет и сухарь и доску и мешок вообще огонь а чего тут время от времени вот такие сливы водопадики блин а под ними наверно рыба стоит да под такими под такими наверно рыба стоит счет мне кажется что должна стоять как красиво шумит какие красивые камни обливаются да вон по первый раз увидел рыбу здесь вот эти водопадами первый раз я увидел рыбу а серого едет с удочка уже собрана моя удочка не собрана я думаю на девки собрать там надевку он уже сосуды с готовой удочкой плывет часто покидает подождем стоим против течения как же красиво в эту сторону не получается пока у серый никого поймать нужно притормаживать как ловить на таком течение притормаживать хочу делать у нас не счет просто относительно берега я тоже ничего не делаю просто не счет мы уже почти 12 километров прошли из 17 которые сегодня должны будем провести горой такие точки они кажутся что черные такие такие грозненькие грозненькие тучки да я не знаю что мы пойдем на озера сюрприз дать и сайпа кататься на озерах да все пакуем заново да в эти пауки в сумке я иду сейчас на 14 доски 14 на 30 серёг ты 12 6 на 32 до 632 михаил до 32 доска да тоже в общем ну и доски я скажу вот груженые идут практически одинаково у меня доска поуже немножко вот я на ней вот на такой вот болтаночки груженая доска двумя баулами походными в принципе нормально ну а эти доски они прям туринговые а вот тоже водопаде березка висит прикольно что здесь висят надо водой разные деревья даже лиственница висела такая классная как шлагбаум плыли мы в тенек а здесь не такой сильный ветер вода гладкая течение такое не сильно как будто бы солнышко разгоняло течение зато вот можно присмотреться ко дну хотя наверное за то что солнце не подсвечивает так красота очень чистая я ее время от времени пью вышли мы на солнышко опять зашумела река мы тут выбираем протоки по которым пройти потому что во все стороны река течет она вот вот там вот такой вот в горе провал нам туда плыть вот 11 пупырь осталось оплыть и мы плывем да и река с буграми до неровная и очень много на берегу чайка у них уже похоже их это чичи чата или чинки вылупились как называются птенцы чайк в общем они тут за их и защищают летают если близко к этому берегу подплыть у меня вот главное опасение к этому слову было чтобы очень много комарей мошков мошки но вот на воде вообще нету вообще вот ни одного даже намека нету на то что они есть всех сдувает да хорошо что ветер ну да 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 свежее такое все даже даже листва вот лиственница сейчас вот вот этот лес это вот лиственница все да да прям такой и цветочки где мы не выходим на какой берег не выходим везде какие-нибудь цветочки растут тоже такие то да 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 совсем по-другому другая природа другие ощущения офигенно о чем я говорил лиственница висит и она цветет шишечки у нее и такой аромат и он еще а там этот это ель да лиственница ель да ель висит подмывает тоже берег а и другой запах совсем от нее новым годом да у тебя потрогал ее аж пахнет новым годом а еще сейчас нам в лицо летят эти бабочки ручейники наверно какие-то кто-то тут тоже какая-то это тихо мы какие-то взлетели у нас сейчас средняя скорость 8 и 2 это средняя с учетом то что мы два раза останавливались рыбу ловили там болтали с ребятами которые сплавляются вообще вот так вот ребён не спешим против ветра ветер сильный средняя скорость 8 и 2 можно всю дистанцию сегодня прилететь впереди про подсвечивается как каньон какой-то пакет по мою какой-то типа скота да вот говорю впереди он каньон такое ощущение что слева у нас водопад какой-то гремит прям как перекат такой хоть ручей впадает у того и что кустами прям белая вода нет он даже он мост и через нее железнодорожный на этот какой-то блин как красиво впереди камера правда отдаляет но это так красиво вот подсвечиваются снежники каким-то другим цветом вообще сейчас ближе по твоим будет еще красивее сзади зашумела теперь спереди зашумела это нас ребят предупреждали что здесь будет веселый участок это вроде как называют сто тридцать четвертый километр станция перекатик нас туда прям несет я пойду нагруженные доски на коленочку а ты серёг как пойдешь давай вперед я снимаю вода шумит отлично вообще такой прям это как ильясова да ой как тут классно валы такие стоят сантиметров по 30 по 40 о хо хо они еще и боковые косые все хотят тут обгоняю разгоняйся камера конечно все сближает тут офигенно меня прям этот почти баул целиком накрыло водой с счетом того что у 14 доски сильно задран нос вот какой этот был вальчик офигенно офигенно слушай вот надо было все-таки сухарь надевать и похулиганить в таких местах да классно классно мне очень понравилось опять вкусно пахнет костром тут уже встали на ночевку готовит ужин классно костерком пахнет у нас тоже скоро будет костер офигенно сейчас вышли на перекате который 134 километр ну за ним сразу потому что у меня запищал телефон появилась связь и можно было сказать что мы запустились все-таки а то на станции сопи нету связи там мы не смогли сказать что запустились сейчас прям все всем отписался что мы на воде и что все хорошо у нас можно дальше в путь но тут вот я вышел нету ветра и он туча комаров летает видно ее не видно на закат туда 5 перекатик на коленках все равно будет на ногах проходить все весело тоже такие классные волнишки все равно он весь перекат стоя прошел это тоже народ стоит на ночевке много народу плавляется и тут и как вижу сапов немного нас все фоткают кричат ура вон ну да более это развивается все михаил говорит что очень много народу на реке так 14 лет назад когда он был так прошлый раз такого не было так много народу сейчас везде все вот эти популярные маршруты думаю что все они такие загруженные на обоих берегах стоят народ какая классная стоянка под горой напротив горы мы сейчас подходим к стоянке где мы планируем стоять и вот гора подсвеченная солнцем она она теплая потому что оттуда дуть теплый ветер прям тепло он веет такой прям как этот инфракрасное такое излучение тебе идет вообще а мы еще уже стоянку где встать чтобы удобно потом пойти на озера посмотреть а вот народ тут прям стоит нас вот все приветствует все говорит у нас уже 19 километров километры летят просто незаметно абсолютно то есть вот мы только 16 17 19 какие-то даже пропускаются то есть 18 не было да такая такая бурляшка это уже вот как она такая как она сказать болтанка это уже прямо это в удовольствие да так обманывает вода вот из-за того что она не ровная такая на с искажениями и ты не можешь понять какая глубина то кажется что сейчас налетишь на мель а даже веслом не достаешь просто там по колено а если весло целиком пустить даже до дна не достаешь большевых метров вообще прям такой этот дезориентации это что вот это все так быстро мелькает вообще непривычно в общем их какой-то протока поплыли то что она прям рыбные такая протока до на стоянку вот там вот я понимаю вот такой вот есть провальчик и в нем озера и водопады ну да вот классный выход там дает да например вот место такое подсвечивает это выход хороший вообще будет супер и опять у нас перекатик такой бодренький веселенький с волнишками с бурляшками прям вот когда такая вода так радует вот у нас на таких перекатах вот в таких местах ты плывешь такой были нужно ко мне оплывать какая-то вот какой-то все это а здесь ого вот это да да цветы вообще прям огонь блин а там вообще машина стоит где мы хотели выходить сюда даже на машинах можно подъехать народ на машине тут на машин такая вся подготовленная встали на стоянку такой перекатик язык сувать может труп половить тут место под костер елочки красивый луч здесь вот весь смородина и она только цветет а у нас уже ягоды собираем какая-то не очень пахучий уральская смородина здесь сейчас приберемся и поставим сейчас нам нужно срочно одеться а тут тоже вот эти вот цветочки красивые потому что тут налетели комарики на воздушном шарике как тебе ты об этом и мечтал какой я красивый стал там не хорошо пускай они летают не кусаются спасибо диван тебе за такую подгон антицефалитный костюм поставили мы так уютненько палатки прям на сапы здесь у нас антикомарины вонячки дуют кстати где вот они дуют комаров особо много нет Михаил такой тут уютный домик здесь у нас готовка к ужину воду кипятим прям из реки она тут вкусная проверена вот я ужинаю вот такая мисочка у него вот такая мисочка а у Сергея вот такая мисочка комарики классные мне пришлось рот открыть ради того чтобы поесть да сквозь сеточку да не получается даже пива не получается письку сетчик у меня вот что гречка с мясом и грибами она это кипятком этикетка обесцветилась ну запах я вам скажу это нечто я дал мне даже дом так не приготовлю офигенно пахнет вообще на вкус не надо уже ты самому есть язык проглотишь сегодня снимаю попробую что там комарики мы там не знаем за горой она была сначала розовая сейчас она такая малиновая какая-то багровая ждем восход солнца там где-то должен быть сейчас был закат за горы должен быть скорая восход хотели мы ночью пожить костер но не успели начался восход ты смотрел время пол первого ночи первого ночи фонарик надел специально чтобы ночью посветить на самом деле фонарик мне нужно чтобы палатки обустроиться на что меня для данный для данного часового пояса у меня в чем правильный палатка внутри черная даже это это не успел закончится закат как начался рассвет встает учену как бы не садилась просто на за горы зашли и спать время пол первой ночи часы перевелись до по свердовскому времени у меня да у меня екатеринбургское время